А со мной рядом в студии Мурас Ададинов, политический обозреватель. Мурат Марин, здравствуйте вам также. Добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, начнем с самой актуальной темы, как я уже отметила, сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, а также первый заместитель министра обороны Киарим Велиев встретились с находящейся делегацией НАТО в Азербайджане. На ваш взгляд, такие зачастившиеся визиты и интерес к нашему региону. Чем вызван такой интерес НАТО к Азербайджану? Сотрудничество Азербайджана с НАТО имеет долгую историю. Еще в 1994 году Азербайджан подписал соглашение между НАТО и партнерство ради мира. И в этом направлении Азербайджан провел огромную работу. Можно вспомнить участие Азербайджана, вклад Азербайджана в деятельности НАТО в миротворческих точках. Это и в Косово было, это и в Ираке, и последнее мы знаем, что в Афганистане. Но в последнее время вы задаете вопрос, почему зачастили. Скорее всего, это связано с геополитическими изменениями на Южном регионе, на Южном Кавказе. Потому что после завершения 44-дневной войны, сегодня уже здесь идут другие процессы, здесь уже налаживается мирная жизнь, идет подготовка к мирному соглашению. Я думаю, что НАТО тоже старается не остаться в стороне от этих процессов. Поэтому, видимо, эти поездки связаны с этим. Но я хочу сказать, что Азербайджан ввел свою работу, сотрудничая с НАТО, по нарастающей. Но в 2011 году Азербайджан частично сократил. И это связано было именно с тем, что Азербайджан стал членом государственного... Движения и присоединения. И, как вы знаете, в движение и присоединения входят государства, в которые не входят никакие военные блоки. И это является важным, главным сдерживающим фактором. Поэтому на сегодняшний день сотрудничество Азербайджана именно с НАТО в этом контексте, я не думаю, что будет иметь прорывное значение. Но я хочу другое отметить. Азербайджан нашел очень хороший вариант сотрудничества с НАТО в рамках сотрудничества с Турцией. Мы знаем, что Турция является одной из ведущих стран НАТО. Второй по численности сухопутным войскам. И главным, как бы сказать, форпостом НАТО на Востоке. И Азербайджан с Турцией имеет очень хорошие отношения, в том числе и в военном отношении. И также имеет законодательную базу. Если мы вспомним Шушинскую декларацию, там практически у нас идет сотрудничество с вооруженными силами Турции и Азербайджана совместное. Совместное сотрудничество между нашими советами безопасности. Совместное сотрудничество в обеспечении друг друга вооруженными, извиняюсь, военной техникой и так далее. То есть в этом контексте Азербайджан развивает деятельность НАТО. Но в целом, если взять, то в той программе, в которой мы работали, мы ее выполнили. Мы выполнили ее и в качестве миротворцев. Даже я могу привести пример, что азербайджанские миротворцы совместно с турецкими были последние, которые вышли из Афганистана. Они не допустили ни одних потерь. И другие страны, ведущие страны, мы знаем, что первыми покинули. И как они покинули. Но наши миротворцы с честью выполнили свои обязанности. Неверный секретарь, во всяком случае, поблагодарил Азербайджан за вклад, который он им внес в процесс стабилизации ситуации и вывода войск из Афганистана. Мы вернемся к теме Турции. Мурат Малимович попозже. Мурат Малимович, согласитесь ли вы с мнением экспертов? Я очень плохо слышал. Но я могу сказать свое мнение, что если НАТО хочет участвовать на Южном Кавказе, то в форме самого института НАТО я не вижу для них перспектив каких-то на будущее. Для них лучшим форматом было бы использовать именно возможности Турции как страны НАТО на Южном Кавказе. Потому что Турция имеет огромное влияние на Азербайджан, в том числе на сегодняшний день и уже на Армению. И в будущем, когда будут открыты границы, вообще это влияние увеличится. А Турция является одной из ведущих стран, как я ранее сказал, восточным форпостом НАТО. И если НАТО будет использовать институты Турции, то она может добиться определенного влияния на нашем регионе. Но отдельно, как институт, я не вижу перспектив. Мурат Мариам, тогда мой следующий вопрос вам будет как раз-таки про Турцию. Как-никак НАТО это альянс, в котором главенствуют во многом Соединенные Штаты Америки. И поэтому, когда мы говорим о политике НАТО, тут большая роль отводится и Соединенным Штатам, разумеется. Говоря про Турцию, взаимоотношения Турции и Соединенных Штатов претерпели очень множество изменений. Они сошли практически на низменную плоскость в последнее время. Было исключение Турции из большого крупного тендера F-35, F-36, вот эти все вспомогательные запчасти от производства самолетов. И в последнее время прошла информация, что Турция может закупить F-16, истребители Соединенных Штатов Америки. И закупит или не закупит, было очень много разговоров, и стало известно, что Турция все-таки начала процедуру закупок истребителей Соединенных Штатов Америки F-16. Эксперты отмечают, что это может послужить положительным фактором на развитие динамики отношений между Турцией и Соединенными Штатами. Соответственно, это может и сгладить ситуацию напряженность, которая существует между двумя крупными игроками в альянсе НАТО. Вот динамика этих отношений турецко-американских, как это, на ваш взгляд, влияет на позицию НАТО в отношении нашего региона, ну и в частности НАТО и Азербайджана? Вы знаете, вот именно скандал, я бы назвал это скандал, который произошел по контракту F-35 между США и Турцией. Я думаю, что на сегодняшний день руководство Пентагона и, наверное, администрации вместе с Турцией, они нашли определенный компромисс. Вместо заявленного F-35 Турция получит модернизированный F-16. На первый взгляд мы можем сказать, что да, это невыгодно, потому что F-35 современные самолеты, а F-36 они уже использованы. Но если мы вовникнем в этот контракт и посмотрим, что предлагается в этом, то есть здесь говорится о 40 модернизациях уже имеющихся у Турции истребителей F-16 и дополнительная покупка еще 80. Если мы говорим о модернизации, то разговор идет о модернизации F-16 до версии F-16 Блок-40 Вайпер. То есть это современнейший истребитель, я могу привести некоторые примеры. То есть он обладает радаром, программное обеспечение его радара на 90% является программным обеспечением F-35. А детали этого радара на 70% состоят из F-35. Стоимость простого F-16 разницы и F-16 Блок-70 Вайпер, представьте, один стоит 30 миллионов долларов, другой 64 миллионов долларов. То есть разница там огромная. И в этом контексте, если учитывать, что с F-35 еще не все на сегодняшний день все нормально, то я думаю, что это нормальный контракт. Но все-таки это мое мнение, конечно, специалисты более информированные, они им лучше знать. Если этот контракт произойдет, то я думаю, что это очень полезно и Турции, и для Азербайджана, потому что азербайджанские ВВС и турецкие ВВС очень часто вместе проводят учения. Мы помним, что и турецкие F-16 прилетали в Азербайджан, и недавно азербайджанские самолеты вместе с турецкими F-16 над Стамбулом летали. То есть это в какой-то мере и огромное значение имеет для ВВС Азербайджана, учитывая Шушенскую декларацию. Но здесь возникает вопрос, если администрация США согласна, Пентагон согласен, но здесь есть еще антитурецкий конгресс на сегодняшний день. И этот конгресс возглавляет именно комитет по международным делам, сенаторы, которые не очень симпатии относятся к Турции. Но здесь возникнет, как бы сказать, интересный спор между вот именно этими конгрессменами и компанией Lockheed Martin, которая, если я ошибаюсь, там контракт около 6 миллиардов, там 1 миллиард 400 миллионов, это та стоимость, которую Турция вложила в проект F-35, а остальное, то есть на закупку и модификацию. Вы еще не упомянули президентскую администрацию Джо Байдена, которая также говорила о том, что это может нормализовать. Посмотрим, насколько принципиально Соединенные Штаты Америки смогут ли они выдержать, если на кону 6 миллиардов контрактов. Я все-таки думаю, что этот контракт будет исполняться, будут, конечно, определенные проблемы и так далее, но в результате это все вопрос решится, потому что Соединенные Штаты Америки с контрактом F-35 на самом деле они очень перегнули палку, конечно, потому что Турция ведущая страна НАТО. В свое время, в бытность Советского Союза, Турция была главным форпостом НАТО против Советского Союза. С турецких аэропортов вылетали вот эти известные самолеты-разведчики. На турецких аэропортах именно базировалось ядерное оружие, и сегодня оно базируется ядерное оружие Турции. Именно вот эти бомбы Б-61, ядерное начинками, вот носителями являются эти самолеты F-16. Поэтому я думаю, что и Соединенные Штаты Америки, и сегодняшней администрации, она вот слишком много ошибок допустила в отношении Турции. Я думаю, что им тоже нужно сделать выводы, если они хотят, чтобы НАТО укрепилось, и влияние США тоже укрепилось в этом регионе. Тем более, что Турция однозначно поставила в известность все крупные державы Западного мира и Соединенные Штаты в первую очередь. То есть, что изменяет свою позицию в отношении закупок российских С-400, и она не намерена. Более того, идут разговоры о закупке второго комплекта, возможной закупке второго комплекта С-400. И таким образом президент Артаган дал понять, что никаким образом менять политику не будет. Виноваты в этом сами же американцы. Перед тем, как закупать комплекс С-4, Турция обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой закупить известную американские системы Патриот. Лишь после отказа этого они обратились к России. Я вообще приведу пример, что до закупки комплексов С-400 страны НАТО, три страны НАТО закупили аналогичные комплексы С-300. Это и Греция, и Болгария. Но почему-то тогда Соединенные Штаты Америки не выступали так резко. Но когда это сделала Турция, были вот такие дымаши. Поэтому я думаю, что и США нужно уже остановить эту работу, антитурецкую политику. И дальше уже больше работать на улучшение отношений между Турцией и США. Продолжение следует...